Оле 8 лет. Она мечтает, что когда вырастет, станет медсестрой и будет помогать врачам лечить эти такие непростые онкологические заболевания. Но пока Оля учится во втором классе и очень любит петь. С Новым годом всех мы поздравляем, дружной песней Новый год встречаем. Круг, ребята, за руки беритесь и под ёлкой весело кружитесь. Письмо Деду Морозу она ещё не написала. Но самое главное желание Оли и всей её семьи, чтобы малышка поскорее поправилась. Проходим лечение два года. Все два года нам фонд помогает. Мы ещё на заключительном этапе лечения. Надеюсь, в ближайшее время мы уже скоро всё закончим. Благодаря фонду мы собрали нам на лечение лекарства. Более одного миллиона рублей была сумма на лекарства, которая нужна была. Мы сейчас в ремиссии и дают нам 95% на хороший результат. Фонд, о котором говорит мама Оли, называется Нонс. Уже 8 лет волонтёры помогают детям из Нижегородской области, страдающим онкологическими и онкогематологическими заболеваниями. Организовывают благотворительные концерты, фестивали и ярмарки. Все вырученные средства идут на оплату дорогостоящих лекарств. Например, в 2016 году волонтёрам удалось собрать свыше 10 миллионов рублей. Этих денег хватило, чтобы оплатить лечение 79 малышей. Самое большое событие 2016 года – это было то, что мы провели Игры победителей. Это Олимпиада для детей, которые победили онкологию. И таких деток было 100 человек. Родители были очень счастливы. Это была такая энергетика на этом вечере непередаваемая. Конечно, родители благодарят не только наш фонд. Родители благодарят всех нижегородцев, потому что только благодаря им их дети выздоравливают. Этим вечером в стенах театра «Комедия» собрались те самые благотворители. Неравнодушные нижегородцы в очередной раз пришли, чтобы помочь. Приобрести, например, поделки нижегородских мастеров, которые пожертвовали свои работы для благотворительной рождественской ярмарки. Так хочется, чтобы на одну улыбку среди больных детишек стало больше. Плюс у меня маленький сын, поэтому ему будет очень приятно иметь такого классного, знаете, ручной работы. Я приобрела ангела очень красивого и замечательного. И хочу пожелать всем иметь по жизни ангела, который будет оберегать и согревать. В холле развернулась ярмарка, а со сцены в это время звучат слова благодарности всем, кто не сомневается, что детский рак излечим, кто помогает и дает шанс на выздоровление маленьким пациентам. Нижегородские артисты также в этот вечер поют и танцуют во имя жизни. Любовь Рубальченко, Максим Веселов. Объективно. ННТВ.